В Одессе спасатели провели учения, показали, как оказывать помощь на воде. По легенде, в беду попали отдыхающие. Бравые водолазы оперативно помогли пострадавшим одолеть неприятность. Сегодня мы покажем несколько вариантов оперативного реагирования, транспортировки и, естественно, оказание доврачебной помощи людей, которые оказались в беде, на воде. Нормативы, они существуют, но они не в цифрах. Это есть оперативное реагирование, потому что мы работаем в рамках уставных своих правил. Но все равно, хоть и мы не армия, и не служба, у нас эти нормативы есть. Если это выход в 200-метровую зону, это порядка до 4 минут. Спасатели уже проверили 80% одесских пляжей, оставшиеся 20% так называемые арендованные. Если в ближайшее время они не пройдут паспортизацию, то их закроют. Если они не будут обследованы, им не будет оформлен паспорт пляжа, и мы не будем разрешать на них везти, если это коммерческие пляжи или те пляжи, которые не коммерческие, а в аренде. Мы не будем давать разрешение на эксплуатацию и на начало курортного сезона. У нас практически все пляжи прошли водолазное обследование, удалены были опасные предметы, если они были обнаружены. И в принципе оформлены паспорта пляжей, что дает возможность нам сегодня начинать 1 июня курортный сезон 2018 года. Накануне между 10 и 11 станциями фонтана произошла трагедия. Утонул мужчина с средних лет, и хотя спасателям удалось достать его из воды и оказать ему первую помощь, спасти утопленника не удалось.